Календарь подготовил Самаре непростое испытание к концу регулярного чемпионата. Сначала волжане героически сражались с третьей командой турнира. Сразу следом свое лидерство надо было защищать и от второго места – клуба «Темс УМЗ» УГМК из Ревды. Самарцы встречу начали бодро. Срывка 9-0. Однако гости быстро выровняли ситуацию, а затем и вовсе вышли вперед. Но стартовый период все равно остался за хозяевами паркета. На данную игру я могу сказать одно, что мы выходили уже с маленьким грузом, который шел после прошлой игры. Конечно, эмоциональная победа с «Уралмашем» очень тяжело собраться потом. Очень тяжело. Ты можешь в яичке быть супер готов, но эмоционально ты просто опустошен. Затем на площадке начались качели. Команды поочередно выходили вперед. Лидер менялся каждую минуту, но ни у кого не получалось создать себе комфортное преимущество. К концовку второй четверти чуть удачнее провели гости. Они же и ушли на большой перерыв, ведя в счете 42-44. По ходу третьего периода заводчане увеличили отставание до 9 очков. Но волжане этот удар выдержали и постепенно сокращали разницу. Перед заключительным отрезком команды разделяло лишь одно очко 59-60. Хорошая игра, я думаю, понравилась очень болельщикам. Поздравляю вас с победой. Напряженная игра. Мы же, к сожалению, теряли инициативу, когда несколько раз выходили вперед. Заключительную десяти минутку удачнее начали гости и удерживали Самару на расстоянии 5-6 очков. Вторую игру подряд волжанам пришлось показывать характер и волю к победе. В этот раз команду за собой повел Владимир Печкуров. Он несколько раз вовремя забивал трехочковые броски, которые позволили Самаре выйти вперед на последней минуте матча. За которую хозяева паркета, подгоняемые трибунами, так и не дали заводчанам набрать очки и удержали преимущество. 79-74. Еще одна волевая победа Самары. У нас сегодня получилось. Бойцовский мы дотерпели. Показали опять же бойцовский характер. Спасибо всем. Сегодня у нас вчера были одни герои, сегодня у нас другие герои. Эта победа гарантировала Самаре первое место по итогам регулярного чемпионата. Это значит, что во всех стадиях плей-офф у волжан будет преимущество домашнего паркета. Впереди у Самары еще две встречи. На Сахалине и в Иркутске. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.